Из Малой Азии, из Крита, из Крыта, из Крыта, из Крыта. Из Крыта, из Крыта, из Крыта, из Крыта. Из Крыта, из Крыта, из Крыта. Из Крыта, из Крыта, из Крыта, из Крыта. Из Крыта, из Крыта, из Крыта. Это была аллегория, то есть богиня юстиции, скажем, да, правосудия. Она стала аллегорией правосудия. Теперь это не бог, не богиня. Это вот такое выражение. И вполне примирились в христианских городах, бывших, римских, там, да, они стояли статуи богов и Аполлона, и Диониса, и кого хотите, но они были уже не богами, да. Вот, но с другой стороны, когда пришли арабы, они увидели в этих богах оскорбление своего религиозного чувства. И поэтому все статуи перекололи. Так что, можно только по некоторым атрибутам, так сказать, угадать, где, что, кто, может быть, по виноградной кисти. Потому что это Дионис, поскольку Дионис богиня юстиции. Хотя я вам скажу, что это, скорее всего, не так, потому что это не просто виноградная кисть, это рог из Абилия. Из него, кроме винограда, там торчат еще всякие плода. Вот то, что вот это, вот это христианское вообще. Какой же добрый пастор не оставит себя из стада и не найдет, не пойдет, не найдет заблуженную овечку, чтобы ее вернуть в стадо. А найдя и расскажет своим друзьям, порадуйтесь вместе со мной, ибо я ее уже потерял и вот обрел. Иисуса изображают в виде доброго пастора и советчика. Так что это Иисус Христос. Скажем, что у него нет рук, нет ног, нет лица, но вот эта овечка на плечах, это типичный образ Иисуса. Теперь давайте пройдем в театр. Потому что на гнезд театр... Вот это, видите, вот это... Крестьанский государство язычного прошлого. Театр, это язычное... Да, Дионис такой был. Для его отношения там с тем... Сатиры, трагедия от слова «трагас козел» — это как бы самое... Вместе с... В общем, отношение богов, людей, друг с другом — это все языческое. Месса должна заменить театр. И мы в Кесарии в архиве находим несколько указов по закрытию театра. Но если указов было несколько, то значит они были недействованы. В общем, если бы были действием, то достаточно было бы одному. И в конце концов, чтобы закрыть театр, на месте его строят другое здание. То есть его разрушают из камней этот театр, строят городскую крепость. И когда ее копали здесь, то первое, что нашли, во-первых, тут торчали, из-под куска торчали руины цикадемы с башней. И была тут девушка, Хана Сэмеш, которая жила в Кибуце с Дот-Ям, такая с поэтической натурой, и все, она эти руины увидела, и все написала песню, которую назвала «Поход в Кисарию». Я готов про эту песню немножко рассказать, потому что в этой песне в Кисарию не упоминается ни разу. Только в названии «Поход в Кисарию», а все остальное – восторг, который ее приводит, это керевинка всяческая песка, молния, молния, двоих человек, все вот это. Называется «Поход в Кисарию»? А вот это песня. Один, вот эта песня. Мы две встречи, заброшенные. Так, и вот, мне кажется, все устроены, и вот этот, эээ, ээээээ... так вот группа заходит сам в амфитеатр мы присоединимся к нашей группе вот то что осталось вот 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 друзья тут мы видим группы различные туристические вот группа из азии вон там еще какая-то группа теперь вот это первый театр вот так как театр копали в 50-е годы тогда была тенденция такая создать иллюзию того чтобы у посетителя было как может меньше сомнений в том что так и так и есть сегодня бы это сделать абсолютно наоборот то есть и сделай бы их из пластика не за это были идут так что было очевидно что или новое чтобы но сейчас тоже видно но так чтобы это было бросалось глаза вот это новое то есть это мы не навязываем мы считаем что так было а вы можете считать как по-другому как там затонирован а затонирован то что найдено тоже не найден место нет теперь значит что одну атрибуты римского театра который есть эволюция греческого да несмотря на архитектурные изменения театр оставался театром все трагедии все комедии ставятся на греческом языке в оригинале да в римском мире вот и вот значит мы видим вот это трибуна и называть скобея да вот это вот этот полукруг который кстати на самом деле утоптанная должна быть земля и оригинал здесь это было исключение это было не утоптанная площадка это было фреску штукатурка ее нашли и не умея сохранить тогда фреску значит ее закопали снова она остается там на полтора метра ниже вот вот того что увидите да вот эти права архмет находится настоящая оркестра теперь оркестра мы привыкли что это значит музыканты на оркестра это совсем другое оркестра это место для vip если простые люди сидят на ковеях то vip не сидят лежат возлежат у них есть там лежанки какие-то пчаны они лежат вы возлежат и смотрят на скену а вот скена скена это вот то что вы видите но она была деревянная вот а ниши для того чтобы там стояли музы статуи музы самый главный атрибут вот римского театра здесь отсутствует это скена фронт то есть эта стена которая загораживает и которая создает идеальную акустику абсолютно любой звук сказали на скене отражается от мраморной стены во все места вот этого уха а здесь чтобы там кто не говорил это остается здесь в этом месте то есть никуда не распространяется и в этом вот великое чудо этого театра где он там тридцать тысяч мест а здесь тысяч мест из 25 мест и любой шепот сказали на скене если есть от скена фронт он слышен очень хорошо теперь потому что акустика да вот это очень главный атрибут театра как здесь этого скена фронта нет тем не менее значит здесь я иногда вижу гидов которые выходят там что-то шепчет и можно услышать вполне то есть это даже без этого скена фронта так сказать возможность выше здесь очень хорошая вот теперь здесь ставятся концерты эта площадка очень престижная для рок-концерта ставится опера иногда театральный представитель даже играются с вами и театр продолжает функционировать а иногда строят декорации здесь скена фронт она исполняла во-первых эту роль аку в акустике а во-вторых еще она была декорацией тоже это было фасад здания за которым не было ничего были входы выходы выходили актеры актрис него на то есть все женские роли исполнялись вот дайте выйдем вон туда я вот эти пирамиды это не что иное как захоронены вот это хороший вопрос значит захоронения они датированы тринадцатым веком нашей эры если никакого отношения нет ни к театру ни к даже к цитадели это крестоноское кладбище а крестоноский город был значительно меньше и был значительно северный и вот все это значит здесь было место как где хоронили за городом еще далеко под угодья кибуца чатер его не работал и все было заброшено город крестоноский был на маленькой части вот и царей римский давайте спустимся а а у нас было на у у у у у Продолжение следует... 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 Продолжение следует...